добрый день участники нашего информационно обучающего мероприятия добрый день всем тем кто посмотрит наше мероприятие записи сегодня мы поговорим о компьютерных играх сфере жилищно коммунального хозяйства зовут меня косилов игорь анатольевич начинаем мы с вами уже проводили мероприятие погружали скажем так компьютерные игры серии жилищно коммунального хозяйства и действительно отрадно отметить что просмотров по данной по данному мероприятию было много было много положительных отзывов было несколько отрицательно что мы перегружаем там детей данной информации но здесь я с вами мог бы и поспорить что все таки в сфере жилищно коммунального хозяйства сферу жилищно коммунального хозяйства нам с вами нужно знать каждому подрастающим поколение молодежи сфера жилищно коммунального хозяйства это сфера жизнеобеспечения и ориентироваться в ней нужно в том числе и подрастающим поколению и поколению скажем так нашему уже и пожилому поколению так для того чтобы мы сегодня с вами по я обращаю внимание сегодня на две игры которые на бой наиболее интересны на мой взгляд и наиболее понятные для молодежи для подростков потому что они уже в принципе по опыту обратной связи я вам говорю о том что им было это интересно им это было познавательно начинаем итак первая игра о которой мне хотелось бы вам сказать это у нас сейчас одну секундочку это у нас игра жека мы об этой игре говорили с вами игра состоящая из четырех уровней первый уровень на мой взгляд уже можно осваивать с класса с 5 первый уровень достаточно легко нему подойти это семья лазарева в которой они проживают квартире многоквартирном доме также в этой игре есть бюджет свой определенный папа приносит зарплату но и однозначно что часть денег уходит на оплату квитанции по жилищно-коммунальному хозяйству в большей степени данная игра жека она направлена на энергоэффективность на приведение своей квартиры своего дома в энергоэффективное состояние что это значит это значит что можно провести какие-то определенные мероприятия в квартире в доме для того чтобы вам снизить ваши платежи за жилищно-коммунальные услуги экономия энергоэффективность это разумная экономия энергоресурсов которые поступают к вам в квартиру который поступает к вам в дом и вот первый уровень это у нас квартира более понятно да в квартире скажем так что-то один прибор но видно уже достаточно долго эксплуатируемый потребляет много энергии и сразу же видно если поменяли данный прибор на более новые на более эффективный то на следующий месяц квитанции уже по расходу например там по электроэнергии ниже и так далее и так далее можно сделать действительно сразу же видно если вы поменяли вы сразу же видите экономия и это действительно так многие многоквартирные дома провели энергоэффективное мероприятие в своем доме провели энергоэффективное мероприятие жители своих квартирах и это по факту дает экономии там до 30 процентов потребления коммунальных услуг это не какая-то эфемерная игра это по факту именно так дело в мелочах вот эти мелочи как раз подрастающему нашему поколению они предлагаются в той доступной форме которая им скажем так более понятно мы проводили очень много немного но достаточно выезда в школы в том числе приезжали к деткам с ограниченными возможностями и когда мы рассказывали о истории развития жилищно-коммунального хозяйства потом предлагали вот на обозрение уровне этой игры объясняли как в нее играть что полезного вы в ней можете найти для себя какую востребованность в сфере жилищно-коммунального хозяйства сейчас имеют кадры говорили о том что профессия в сфере жкх она будет востребована что как и через десять через двадцать и наверное лет через пятьдесят потому что она никуда не денется как раз у нашего подрастающего поколения есть такое скажем риск о том что куда пойти учиться какая профессия будет востребована в будущем ну вот сфера жкх она может быть не одна из самых престижных профессий сейчас на данный момент но она однозначно будет востребована престиж профессии но мы наверное сами его и уронили и сейчас предлагаются очень много да действительно там конкурсов игр когда отмечают лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства сфере жкх уже 385 лет поэтому здесь очень много работают порядочных людей но как и везде может быть есть не особо порядочным хотелось бы чтобы в этой отрасли работала более больших профессиональных квалифицированных кадров и вот популяризация данных игр популяризация данной профессии одна из скажем так направлений второй уровень он более уже такой серьезный в этой игре он наверное с класса с 8 по 11 это уже энергоэффективность целого дома тут уже более серьезный бюджет он складывается из других параметров здесь обучение как раз и финансовой грамотности происходит и как раз основам жкх в этом направлении здесь уже так более глобально к этому вопросу подойти уровень 3 когда ты уже управляешь районом там микрорайоном это уже уровень по-моему так это там замглавы по жилищно коммунальному хозяйству уже такие базовые знания даются нашим нашей молодежи он понятно что уже выпускные классы как минимум а может быть даже но уже начальные классы институтов опять же возвращающие это сфера жизнеобеспечения и обо ней мы должны знать у нас порой родители ты не в курсе да так платят не несмотря на эти суммы а дети приходят потом разбираются обратную связь дают интересуются и двигаются дальше большие практики у нас сейчас молодежи уже становится председателями советов мкд председателями тсж это целая работа работают и у нас вот буквально прямо вчера позавчера два тсж во главе одной молодой специалист находится заняли второе место по всей российской федерации вот такие показатели есть на территории самарской области это отрадно это нужно развивать четвертый уровень джека уровень про чистый город безусловно да что сейчас вот у нас месячник идет по благоустройству принимали мы участие в том числе молодежи очень много принимает участие и при том принимает участие так бодро весело задорно вот приятно посмотреть видно что их не просто там как-то их нагнали сюда они пришли по доброй воле они нити этот час там полтора мы вместе совместно отработали территории стала чистый приятный все хорошо с чувством выполненного долга что мы с вами несли свой вклад в учащение нашего любимого города чтобы он стал чище мы это сделали и молодежь это видеть на данных мероприятий особенно отрадно это вот одна игра жека мы они говорили более подробно очень жаль что вот она немножко утратила свои позиции ранее победители но во первых проводились по данной игре кибер олимпиаду победители эти кибер олимпиад детки наши они вносились в список одаренных детишек которыми занимался sirius победители ехали отдыхать в наши лучшие оздоровительные лагеря это такие как артек орленок и так далее и так далее плюс дополнительные баллы к единому государственному реестру даже добавлялись три балла если насколько я помню к сожалению после того как фонд содействия реформирования жкх реструктуризировался фонд развития территории данная компетенция немножко была утрачена я знаю что сейчас в отношении этой игры ведутся работы опять она там ведет возвращает все свои позиции но игра как таковая есть как ознакомиться в ней есть единственно вот эти вот дополнительные бонусы сейчас на данный момент исчезли но я думаю что они вернутся в ближайшее время над этим мы работаем вот это самое интересное что мне хотелось бы сказать по игре жека дополнительно вторую сейчас еще включаем игру вторая игра которую мне хочется предложить вашему вниманию сфере жилищно-коммунального хозяйства эта игра домовой очень активно сейчас развивается по всей российской федерации по большей степени данная игра она направлена на учеников 8-11 классов объясню почему если игра же когда можно приступать первому уровню там с класса с 5 6 на него она направлена на энергоэффективность то здесь данная компьютерная игра направлена скажем так в первую очередь на основную проблематику которая встречается в сфере жкх это начисление платы за потребленные жилищно-коммунальные услуги здесь используется упрощенные методики расчетов условные значения стоимости услуг тарифов вот это вот все разбирается и понятно что в классе в восьмом уже 9 10 11 участники игры ну должны оперативно уметь считать да там скажем так уметь считать и уметь скажем так им и по результатам игры научиться читать квитанции которые предоставляются нам от ресурсоснабжающих организаций от управляющих организаций и других участников рынка жилищно-коммунального хозяйства эта игра разбита на два уровня урок номер один он теоретический объясняется основу жилищно-коммунального хозяйства задачи жилищно-коммунального хозяйства я думаю что в этой части по сути это должен делать учитель но предварительно конечно данная работа должна из учителя быть проведена погрузиться пусть это скажем так некий лектор ведет и здесь было бы интересно я уже говорю мы практически выезжали к нашим к деткам и здесь они очень интересно прилагать историю жилищно-развития жилищно-коммунального хозяйства нашей отрасли уже триста семьдесят пять лет сфере жилищно-коммунального хозяйства прош пройден большой путь и вот понимание нашего подрастающего поколения о том что буквально там ну давайте глобально так возьмем сто лет назад у нас еще коммунальные услуги там не подходили к дому многие населенные пункты уж я не говорю о газификации там и другие коммунальные услуги то не получали лампочка с так называемые речата да у нас там появилось освещение наших населенных пунктов городов района стала только осуществляться там канализация где-то было и опять же здесь очень интересно сказать о сравнении что у нас то уже во многих середину городах была канализация а вот европейский опыт там еще такого и в помине не было вот и что мы в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства сейчас любим в пример там ставить ту же европу по ряду позиций да у нас есть может быть чему научиться но извините у нас серьезные заслуги есть также в первом уроке по теоретической части рассказывается что такое жилищные услуги что такое коммунальные услуги в чем их разница и и так далее и так далее полное погружение коммунальные ресурсы в чем они из меня измеряются вот мы уже говорим да это у нас уже почему с класса с восьмого потому что как раз это изучение вот этих всех киловаттов происходит в седьмом классе по физике и другим уже таким серьезным предметом говорят о приборах учета потребления ресурсов тоже да некое понимание что здесь определенные расчеты как снимать показания приборов учета также все это рассказывается определение объемов потребление коммунальных ресурсов это все как раз вот игре компьютерной игре предлагается нашему подрастающим поколению дальше это вот все идет теории теорию на мой взгляд ее можно немножко расширять не только уводить что было интересно в сферу расчетов потребления что квитанцию прочитать как правильно сколько потребление у нас скажем так есть но и дополнительно можно разбавлять эту историю хорошими историческими фактами здесь уже практическая часть в уроке номер два говорим уже составе общего имущества потому что понимать да что у нас относится к общему имуществу что принадлежит самим собственником собственником и здесь вот уже более веселее состав работ по содержанию общего имущества рассматриваем дальше примеры платы за жилищные услуги отнесенные чему квадратному метру площади квартиры потому что привязка идет площади квартиры все в пропорции рассчитываются затраты на предоставление жилищных услуг экономия коммунальных ресурсов как ее добиться тоже есть здесь мероприятие если в игре жека мы в это видим более внимательный у нее профильная заточка скажем так идет на энергоэффективность здесь такой немножко в комплексе но немножко у нас здесь я так понимаю продолжаем мероприятие немножко интернет нас беспокоит сегодня сложно сложно с интернетом и так компьютерные игры в сфере жилищно коммунального хозяйства считаю перспективным направлением для популяризации профессии в первую очередь для повышения имиджа профессии о том чтобы наше подрастающее поколение знало основы жкх основы жизнеобеспечения мы с этой отраслью склад сталкиваемся ежедневно и знать о ней обязательно знать нужно о своих обязанностях о своих правах уметь их защищать безусловно да мы как собственники осуществляем общественный контроль за предоставленными нами предоставленным нам коммунальными услугами и мы должны скажем так в этой части быть осведомлены не менее тех специалистов которые занимаются этим вопросом вот это все в комплексе дает возможность вырастить на ответственного собственника который знает свои права и обязанности который следит за общим имуществом многоквартирного дома активное принимает участие там на общих собраниях понимает для чего они нужны и так далее и тому подобного и в конечном итоге это ведет как раз к уменьшению скажем так напряжение в сфере жилищно-коммунального хозяйства более подробно кому интересно с этой информации можете обращаться к нам если вы каким-то образом не найдете вот профильные там ссылки для того чтобы установить у себя эти игры обращайтесь жкх-контроль по телефону 273 33 73 направим нужную информацию и скажем так дадим первичную информацию но в ближайшее время в рамках развития партийного проекта школа грамотного потребителя мы я думаю эту информацию доведем до учащихся школ чтобы они знали об этом знали что такие игры есть а возможно я думаю что скажем так сделаем опять же пилотные выезды в наши обучающие организации для проведения вот такие скажем так семинаров для школьников но на сегодня наверное для ознакомления с этими играми достаточно спасибо до новых встреч до свидания